Турция. Кто твой новый президент? Фильм о безвести пропавшем бойце показали в КФУ. Награждение лучших старост Казанского университета. Фильм о мышах, который покорит научное сообщество. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Арина Мухаммедовна. Казанский федеральный университет с рабочим визитом посетила делегация посольства Республики Индонезии в Российской Федерации. Гостей мероприятий спровождал Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям. Подсчитаны все голоса избирателей. Ни один из кандидатов не набрал свыше 50% голосов. В Турции состоится второй тур выборов. Что от него ожидать жителям Турции и россиянам, расскажем далее. На прошедших 14 мая президентских выборах в Турции ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. Действующий президент Турции Реджеп Таип Эрдоган набрал 49,51%. Его ближайший соперник – представитель объединенной оппозиции Кемаль Кэлыш Даруглу – 44,88%. Третий кандидат Синан Оган набрал чуть более 5%. Эрдоган побеждает в 51 провинции, его соперник – в 30. Крупные города Стамбул и Анкара, а также курортные Анталья, проголосовали за кандидата от оппозиции. На зарубежных же участках большинство поддержало действующего президента. Если в первом туре кандидат не набирает более 50 голосов, соответственно, объявляется второй тур. И вот по последним данным в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50%. Как я уже сказал, действующий президент Эрдоган набрал более 49%. Но, тем не менее, 50% он не набрал. И, соответственно, в этом случае необходимо проведение второго тура выборов в президенты. Явка на выборах в Турции превысила 88% голосов. Однако положение кандидата все еще остается спорным. Главное преимущество Эрдогана перед конкурентами – это возможность предоставить избирателям готовую программу по улучшению экономики в стране. Однако нынешняя сложная экономическая ситуация и миграционный кризис вынуждают избирателей отдавать голоса за оппозицию в надежде улучшить свое положение. Политика оппозиции говорит о необходимости Турции быть ближе к США и Европе, что может нанести еще более сильный удар по экономике страны. Борьба, скорее всего, будет развиваться между двумя основными действующими лицами – это между Эрдоганом и Калычдар-Углу. Ну, соответственно, можем говорить, что Эрдоган – это человек, который защищает сильную национальную независимую политику Турции, а Калычдар-Углу – это человек, который выступает за сотрудничество с Западом, за расширение участия Турции в блоке НАТО, за развитие процессов европейской интеграции, ну и так далее. Второй тур выборов в Турции пройдет 28 мая. За пост президента будут бороться Эрдоган и Калычдар-Углу. Победителем будет признан кандидат, набравший большинство голосов. Политический курс Турции теперь будет решаться только после оглашения результата финального тура выборов. Жанна Касимова, Аделина Абдрахманова, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошел показ документального фильма «Последний бой» Ильшата Гарайханова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялся показ документального фильма «Последний бой» Ильшата Гарайханова. Он повествует о судьбе простого советского солдата, уроженца Мамадышского района Республики Татарстан, без вести пропавшего при выполнении боевого задания в Афганистане. В основу ленты легли воспоминания родственников и однополчан Ильшата. Наша задача была хотя бы отчасти показать, что действительно там было, эмоции тех людей, что это все далеко, как бы не ковбойские стрелялки, это действительно серьезная война. Зрители отметили, что фильм оказался для них эмоционально тяжелым. Для кого-то картина стала даже поучительной. Создатели показали места, в которых непосредственно происходили боевые действия, а также познакомили зрителя с историями солдат, участников афганской войны. Тяжело было, пока я смотрел. Особенно на моменте с историями именно людей, которые там участвовали, которые рассказывали то, как это было, в подробности очень тяжело. Знаете, такой пробуждающий есть вайп некоторый. Ты смотришь и понимаешь, что ты должен быть к этому причастен. Что все, что происходит, на самом деле в мире происходило до этого, оно мимо тебя не проходит. Если тебя там тогда не было, оно все равно тебя касается даже в настоящем времени. И ты должен к этому относиться с большим уважением и пытаться сделать какой-то вклад, если от тебя что-то зависит. Боишься, а все равно идешь. Эти слова героев фильма являются принципом, который характеризует их отвагу и самоотверженность. Их честные имена до сих пор не забывают наши соотечественники. Стоит отметить, что фильм «Последний бой» Ильшата Гайраханова был создан на пожертвование сотен неравнодушных людей. Альбина Галлямова, Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете приступили к работе над серией фильмов, направленных на популяризацию новых научных открытий и свершений. Одним из таких стал фильм о мышах рода Акомис, которые обладают повышенными способностями к регенерации и, в частности, к восстановлению тканей тела после повреждения или ее полного удаления. О съемках они только далее в сюжете. Над фильмом работает большая команда профессионалов, как над исследовательской частью, так и над процессом съемок. Ученые Казанского федерального университета изучают регенерацию мышей на глубинном молекулярном уровне. Есть волшебный вид мышей. Они внешне такие же, как и все виды из этого семейства, однако их отличает высокая способность к регенерации. По словам научных сотрудников, если нанести мышь рану в ушки, она полностью зарастает, вернее, ее хрящевая ткань. Изучение мышей рода Акомис – процесс очень сложный и трудоемкий. Технологии секвенирования одиночных клеток в Российской Федерации мало кто пользуется по причине дороговизны и большого объема работы. Однако специалисты Казанского университета трудностей не боятся. По словам проректора по биомедицинскому направлению Андрея Киасова, ученые КФУ уже давно искали уникальную модель животного, на котором можно изучать процессы регенерации. Здесь удивительно было то, что это млекопитающее. То есть, это млекопитающее, обладающее вот такими, ну просто колоссальными способностями к регенерации. И, соответственно, раз это млекопитающее, то очень близко к нам. А раз это близко к нам, то если мы разберемся, почему так хорошо регенерируют органы и ткани у Акомисов, то мы сможем ответить на вопрос, а как стимулировать регенерацию уже в человеческом организме. Автора фильма привлекла фантастическая особенность этих мышей как млекопитающих – высокая способность к регенерации. Ведь обычные люди и остальные млекопитающие обладают достаточно низким потенциалом к восстановлению тканей. Акомисы же обладают феноменальными способностями как к возмещению тканей кожного покрова, так и внутренних тканей и тканей скелетного происхождения без развития фиброза. Это точно фундаментальная разработка. У нее очень далек, очень длинный шаг, но очень перспективный. И когда я, ребят, может быть, шутку спросила, когда мы брали интервью, это Нобелевская премия, они им сказали, возможно. Ребята, естественно, сохраняют тайну, но я предполагаю, что у них уже есть какие-то опоры, на которые они уже встали, чтобы вот идти дальше. То есть, видимо, есть какие-то подтверждения, какие-то маленькие открытия, потому что процесс идет. Люди работают очень вдумчивые, с горящими глазами и любящие свое дело, это заметно. Это второй такой научно-документальный фильм в стенах Казанского университета. В середине апреля съемочная группа подготовила материал о речевых нарушениях у детей. Он направлен на практические знания, связанные с изучением этой проблемы и конкретные пути решения для родителей, столкнувшихся с ней. Этот фильм, как и фильм про уникальных мышей, как и десятки других в ближайшем будущем создаются для того, чтобы сделать важную научную информацию доступной и вывести ее в массы. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло награждение старост. О том, как прошло мероприятие и что нового для себя узнали присутствующие, расскажем в следующем сюжете. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло награждение старост, которые за время обучения смогли проявить себя лучшим образом. На нем благодарственные грамоты вручили отличившимся старостам разных институтов, которые лучше всех выполнили свою работу. В рамках работы мы на сегодняшний день отдельно сделали собрание для старост и для представителей, потому что понимаем, что некоторых старост нет, именно старших выпускных курсов. Потому что здесь, на наш взгляд, необходима уже та информация, которая нужна для тех студентов, которые будут в этом году выпускаться. Это связано с тем, как будет проходить их и заканчиваться образовательный процесс, как получить, оформить обходной лист и получить диплом, как для них организовано проживание в общежитии, какие возможности для них остаются, как для выпускников университета в этом году. После награждения прошла небольшая лекция по вопросам будущего студент. В рамках форума были собраны старосты и студенты выпускных курсов для обсуждения дальнейшего пути их образования и возможностей, как выпускников вуза. Мои главные итоги года, что я построил взаимоотношение с группой, с преподавателями и продолжаю работать в том направлении, в котором я, собственно, работаю, именно артикуляцией интересов между группой и преподавательским составом, и даже институтом университета. Вообще, как мы поняли, нас позвали здесь специально именно выпускные курсы, чтобы проинформировать нас о нашем выпуске, о в целом каких-то моментах, которые нужны выпускникам. Кроме того, награждение сопровождалось небольшой лекцией, где старостным академический групп рассказывали о важности их роли в учебном процессе. Также поднимался вопрос о возможности поступления в магистратуру на различные направления. По итогам форума студенты предоставили возможность задать интересующие их вопросы. Опубликованы предметные рейтинги вузов России по версии агентства «РАЕКС». Опубликовано ранжирование по 35 предметным областям. В 20 из них представлен Казанский федеральный университет. Это один из лучших результатов по стране. Отмечается, что в списке лучших университетов России вошли 164 вуза из 42 регионов. Группа ученых Химического института имени Александра Михайловича Бутлерова Казанского федерального университета в сотрудничестве с коллегами из Шанхайской лаборатории молекулярного катализа и инновационных материалов синтезировали циклические макромолекулы с фрагментами аминокислот, которые угнетают рост клеток рака молочной и предстательной железы. Исполняющим обязанность директора Казанского национального исследовательского университета назначен Юрий Казаков. Он в 1998 году окончил Казанский государственный технологический университет. Имеет ученую степень доктора технических наук и ученое звание доцента. Юрий Казаков является автором 119 научных и учебно-методических работ, а также 9 патентов на изобретение. На этом все. В студии была Арина Мухамедшина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!